Приветствую вас! Ну, не прощать можно, вообще говоря, скоро угодно долго. Все зависит от человека, все зависит от его ценностей, от его желаний. Вот, но видите, какая штука. Действительно, не прощая, человек словно бы подогревает это в себе постоянно, не может себя впустить и двигаться дальше. Что такое не прощение? Непрощение – это непринятие. Непринятие реальность, непринятие либо факта того, что человек не такой, как его себе представляли, либо непринятие в себе неких качеств, которые воспринимаются вами крайне болезненными. Вот, соответственно, такое вот избегание принятия либо реальности, либо личной ответственности, либо и того, и другого, собственно, избегание и страх перед этим, и мотивировать человека непрощаться. То есть, по сути, прикладывать ответственность за то, что произошло на другого человека. При этом никто не говорит, что прощение означает возвращение в нагруги своя. Нет. Это на бытовом уровне, на бытовом уровне принято коррелировать эти две составляющие, но по факту это очень разные истории. Если я принимаю то, что человек оказался не таким, каким я его представлял, то это не значит, что я буду с ним опять вместе. Вот. Я просто его приму. Я просто, как бы, ну, признаю, приму реальность, в которой он такой. Например, или приму то, что во мне есть некая особенность, которая для меня болезненная, и постараюсь что-то сделать с ней. Вот. Но при этом, как бы, с человеком вместе быть я не обязан. Потому что раз он так поступил, да, раз он так сделал, особенно если он, там, допустим, не раскаивается или считает, что поступил правильно, то значит он, скорее всего, поступил так еще раз. А это несколько раз сходится с моими ценностями. Но вместе с ним быть я уже не буду. Или буду, но в другой форме взаимодействия. Вот. Поэтому, как бы, здесь нужно отделить одного от другого. Может быть, вы думаете, что если вы бросите это, это означает, что вы будете опять с этим человеком, и все будет как прежде, нет. А дальше очень важно, чтобы вы определились, что именно вам тяжело помнить, то есть, чем, точнее, тяжело, чем тяжелые воспоминания. Если тем, что я предположил, это одно, а может быть, что-то другое еще есть. А, и какой у вас внутренний конфликт. То есть, что с чем конфликтует. А, следующее и последнее. Какая вам выгода того, что вы человек не прощает? Это, по сути, еще манипуляция. То есть, обида, это манипуляция. Вы своим непрощением генерируете у человека чувство вины, неважно, есть оно у него или нет. Вы пытаетесь давить на это чувство вины. Это манипуляция. Манипуляция, это всегда такой некий самообман. То есть, нежелание признавать чего-то в себе. Поэтому, я думаю, что именно в этих направлениях вам нужно работать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам принятия себя и принятия других такими, какими они есть. И принятия себя такой, какая есть вы. Спасибо.